Всем привет, дорогие друзья! С вами Крымский Влог и я Артём Лавриненко. Это наша очередная прогулка по Крыму. И как вы поняли, мы сегодня в любимой Ялте. Но прежде чем мы перейдём к основной части видео, друзья, я бы хотел ответить на один ваш вопрос. Многие из вас спрашивают, безопасно ли сейчас в Крыму. И я знаю, что вы хотите от меня услышать. Вы хотите услышать, что всё безопасно, всё хорошо и так далее. Друзья, но я, к сожалению, не могу гарантировать вам вашу безопасность. На данный момент сегодня в Севастополе была произведена атака, ракетами-атакам с ВСУ, где погибло 3 человека. Все они отдыхали на пляже, на котором я недавно снимал видео под названием «Учкуевка». Вот я этим людям всем приношу своё искреннее соболезнование. Какой можно сделать для себя вывод из этого? Естественно, ничто не гарантирует вашей безопасности. Всё на ваш страх и риск. Хотя наши ребята, наши ПВО самые-самые лучшие и, конечно же, отработали сегодня на все 180%. Ну, вот так, к сожалению, бывает, что для некоторых людей визит на пляж оказался сегодня последним. Ну, и во вторую очередь, друзья, хочу всем вам выразить свою благодарность по поводу поддержки насчёт моей болезни. Мне действительно очень-очень приятно. Столько сообщений я в своей жизни, наверное, никогда не получал, за что всех вас благодарю, низко вам кланяюсь. Ну, и, конечно же, обещаю дальше вас радовать крымским контентом, несмотря ни на что. Вот. Ну, и вот на этой ноте, не совсем приятной, может быть, мы, конечно же, идём гулять по городу счастья, по городу Ялта. Прогуляемся по его пляжам, посмотрим на набережную Приморскую, пройдёмся по набережной Ленина, дойдём до Массандры. И в завершении моя цель сегодня попасть на новый пляж, который показывали ребята Крым глазами местных. Мне очень интересно что-то новое для нас. В общем, друзья, смотрим, ставим пальцы вверх и пишем свои пламенные комментарии. Начинаем! Начинается наша прогулка по Ялте и начинаем мы её с прекрасного цветения олеандра. Его здесь, кстати, очень много. Я не знаю, почему раньше я его не замечал, но вот только что шёл по улочкам. Здесь его прям несчитанное количество. Огромные розовые кусты. Круто, что ещё это цветение на самом деле совпадает с ещё одним розовым чудом под названием Ленкаранская Акация. Его, кстати, в Ялте тоже достаточно много, и мы сейчас будем идти в сторону набережной Ленина. Будет очень много. Ну и на самом деле одно из набковых мест для города, с которым я люблю встречаться, как только сюда приезжаю, это, конечно же, набережная Приморская. Отсюда открывается просто чудесный вид на всю Ялту. Сразу можно увидеть, на самом деле, и пляж Массандро, и Арианда, и набережная Ленина. И всё, всё, всё самое популярное видится именно отсюда. Ну и это первый пляж, первый городской пляж. Достаточно ухоженный, достаточно интересный. И, конечно же, всегда посещаемый. И любимый как туристами, так и ялтинцами. Если ходите на этот пляж, обязательно пишите в комментарии, друзья. Как видите, здесь сезон, в отличие от Севастопольских пляжей, прёт полным ходом. Загруженность, можно сказать, ну, наверное, на процентов 80. Места ещё, конечно же, хватает. В общем, людей очень-очень много. Поставили здесь зонтики. Они в прошлом году, в принципе, здесь стояли. А вечером здесь, я так понимаю, что работает всё тоже прекрасное заведение. Hungry Bird. Нижняя палуба Приморской набережной, на которой находятся все кафе, все развлекательные, питательные заведения. И, на самом деле, вечером здесь вообще полный аншлаг. Как летом, на самом деле, так и зимой. Потому что это, наверное, одно из самых интересных видовых мест, где можно вкусно покушать с прекрасным видом на Крымские горы. Выглянем на пляж. Посмотрим его поближе. Сверху мы его не так близко видели. Но, как видите, на пляже ещё места достаточно много. Хотя, возможно, с утра, с утра, возможно, здесь намного больше людей, чем сейчас. Сейчас всё-таки вечер. Наверное, часов полпятого. Я немножко поздновато сегодня добрался, потому что то транспорт не ходил, то пробка. А, кстати, кто будет в Ялту ехать с Севастополя, помните о том, что ремонтируется Ласпинский туннель. И там всегда пробка, поэтому берите время с захватом. Неизменная гостиница Орианда. Стоит на своём месте, украшает набережную Ленина. А рядом с ней, кстати, обратите внимание, красиво растёт розовый и всё тот же олеандр. А рядом огромнейшее дерево с белыми цветками магнолии. Смотрите, какая красота. Уже цветёт полным ходом. На самом деле, в Ялте это достаточно популярное дерево, поэтому здесь, на набережной, этих цветов особенно много. Выходим, друзья, на центральную набережную Ялты, которая носит имя Владимира Ильича Ленина. Прямо перед нами огромный платан, который носит имя Айседоры Дункан. Ну и по легенде, как говорят, что Сергей Александрович Есенин и Айседора Дункан, которая являлась на тот момент его супругой здесь, устраивали свидание. Поэтому здесь стоит прекрасная лавочка любви. Видите, сзади вот это сердце. Кстати, на самом деле, мне кажется, лучше бы его не было, вот этого красного пластика, красно-белого. Было бы всё по пластике гораздо интереснее. Но, тем не менее, установлено такой памятник любви. Хотя они, конечно же, здесь не встречались, всё это легенда. Не было такого. Ну и вот он, шикарный вид на набережную. Набережную Ялты. Я уверен, в этот момент у всех просыпается ностальгия. Открывается вот этот ящик с воспоминаниями прекрасными разных годов. Друзья, поэтому будет приятно почитать ваши комментарии с вашими курортными историями разных годов. Я знаю, что вы с удовольствием это пишите, с удовольствием вспоминаете. Поэтому пишите, каждый ваш комментарий, с удовольствием читаю и на многие отвечаю. С правой стороны ялтинский маяк. А ещё правее от меня находится галера, апельсин. Так, в ней ничего и не придумали. Долгое время уже стоит без дела. Я думал, что хотя бы в этом году заведут и сделать какой-то ресторан. Но нет, к сожалению, там ничего не происходит. Здесь, кстати, также купаются люди. Несмотря на то, что это набережная, а не пляж. Люди всё равно плавают и здесь. А в этой части набережной, где находится вот эта небольшая часовня, кстати, в ней находится, я так понял, церковная лавка. В этой части набережной находится небольшой городской пляж. Видите, прямо в бухте. Здесь тоже всегда достаточно много людей. Не знаю, с чем это связано, потому что всё-таки южный берег Крыма подразумевает более чистые пляжи. А здесь всё-таки бухта, я не знаю. Я на таких пляжах никогда лично не купаюсь. Не купаюсь и всё в Остопольской бухте, там типа на пляже Хрустальном. Я вырос всё-таки на более широких, открытых пляжах. Саках и Евпатории. Также, кстати, отсюда отходят катера на прогулку, морскую прогулку к Ласточкиному гнезду. Многие люди у меня спрашивали, откуда это происходит. Вот именно с этого причала. Здесь же рядом и находятся кассы. Причём касса есть как и внизу возле причала, так и есть и частные люди продают билеты. Вот, например, видите, стоит этот спотыкач с надписью «Кассы». И стоимость билета, насколько я знаю, сейчас 1000 рублей. В прошлом году это стоило гораздо дешевле, стоило 500 рублей. Вот в этом году в два раза подняли. Не знаю, с чем это связано. Но в прошлом году прям было очень круто за 500 рублей сплавать к Ласточкиному гнезду. Это было просто халява. В этом году, конечно, это будет уже ощутимо. Особенно, если вы в такую прогулку отправитесь всей семьёй. Типа там из четырёх человек, вот тебе 4000. Достаточно дороговато. С этой стороны открылось заведение новое. Видите, под таким шатром. Красивое, достаточно украшенное. Под названием «Плов». Я, кстати, очень хотел здесь поесть, но перед этим зашёл к ребятам, и они говорят, плова нет. Будет аж в 5 часов. А сейчас только полпятого. А мне ждать некогда. Нужно идти. Поэтому идём вперёд. Ну и вот она, ещё одна розовая красота. Это альбиция линкаранская. Очень красивое дерево. Цветёт как раз в конце июня. Много его и всего остополитого дерева. Ну и также много в Ялте. Я, кстати, у себя во дворе тоже высадил. Оно, кстати, даёт очень хорошую тень. И очень быстро растёт. Кстати, вообще непривередливое. И очень красивое. Столько это дерево про себя ещё явно не слышала, друзья. Ну, однозначная рекомендация для посадки в своём прекрасном дворике. Немного свежести в кадре. Ялтинский фонтан. Но я подошёл сюда не случайно, друзья. Я вам подошёл поближе показать цветение магнолии. Так, сегодня у нас много в кадре цветочков. Посмотрите, какая красота. А сверху прям огромная-огромная шишка. И вот ещё поближе. Так, вот он. Белый красавчик. Ну, вот так, друзья. Проходим мы все этапы цветения в Крыму. Скоро всё цветёт, и этого не будет. А так хотя бы насмотримся. Я вживую, ну, а вы через мой экран. Центральная площадь. Площадь имени Владимира Ленина. Вон он как раз с левой стороны стоит, смотрит в сторону моря. Один из самых лучших пляжей в Крыму. Пляж Массандро Бич. Видите, везде эту приставку делают. Бич. Это в переводе пляж, кстати. Никакое плохое слово он не означает. Ну, и делается это, скорее всего, для иностранных туристов, которые к нам приезжают, чтобы они, видимо, поняли и разобрали, что да, это действительно пляж. Увидеть море и песок им недостаточно. Им обязательно нужно увидеть слово Бич. Так, идем. Здесь, не помню, раньше было это заведение или нет. Лады. Но прикольно. Так, пляж, по некоторым мнениям, номер один в Крыму. По, видимо, по благоустройству, по чистоте воды. Ну, в первую очередь, наверное, по благоустройству. И этого, действительно, у пляжа не отнять. Хотя, вот, ширины пляжа какой-то такой свободы, как на наших сакских и фатерийских, здесь, конечно же, не хватает. Поэтому мне все-таки ближе пляжи той стороны. Здесь как-то очень компактно. Один на одном, я так не привык. Так, все заведения работают полным ходом. Сезон здесь, конечно, прет. Прет всегда. Вообще, надо отметить, что в Ялте, вне зависимости от погоды, вне зависимости от каких-то каких-то событий в стране, здесь сезон всегда есть. Всегда. Люди сначала приезжают сюда, а потом едут на все остальные крымские курорты. Поэтому в этом плане Ялте мы можем только-только позавидовать. Это заведение работает всегда. Очень красивое, очень удобное, уютное. Насколько я знаю, очень-очень вкусное. Знаменитый Ван Гог с бокальчиками. Сидит, отдыхает, друзья. Ждет вас. Пирсы закрыты почему-то. Раньше там стояли шезлонги, сейчас там до сих пор какой-то ведется ремонт. Хочется на один из них зайти. Но мы обязательно зайдем. Вон там вот, на котором находится всеми любимая Эйфелева башня. Не знаю, как на это отреагируют люди, но я все-таки пройдусь. Думаю, они не сильно обидятся. Пройдусь к Эйфелевой башне и поснимаю пляжи с воздуха. Вон, сколько здесь красоток, друзья. Так, мы подошли к Эйфелевой башне и приготовьтесь в пляж Массандра. Сейчас профессионалы в комментариях напишут, где люди. Не, ну людей, да, на самом деле, достаточно. Учитывая, что сегодня 23 июня всего лишь. Лето только в разгаре. Людей достаточно много. Другое дело, что я смотрю, вода какая-то немножко грязноватая. Грязновато. Не соответствует пляжу номер один в Крыму. Так, мне тут солнце засвечивает. Надеюсь, вам все прекрасно видно. И видно ту сторону Ялта, на которой мы с вами только что были. Ну, вот такая вода. Давайте посмотрим вниз. Видите, я не знаю, там какой-то мусор мелкий плавает. То ли после шторма это нанесло, то ли что. Ну, как-то не сильно чистенько. Но пляж прикольный. Пляж интересный. Видите, кстати, с той стороны проверяют аэрацию для того, чтобы охлаждение было. Не знаю, видно вам или нет. Только что было вот на этом пирсе, на соседнем. Там прям проверяли. Ну, и давайте посмотрим на другую сторону пляжа. Там, мне кажется, не меньше людей. Сейчас как-то аккуратненько просквожусь. Так, чтобы никому не мешать. То ли здесь люди отдыхают. Но здесь, кстати, поменьше довольно-таки людей. Но тоже достаточно много. Тоже видите, как здесь все устроено. Вот с той стороны есть джакузи с пресной водой. Это бассейн просто для детей. Есть теневые навесы, есть шезлонги. Все это, конечно же, берется в аренду. И там вот несколько пролетов. И в конце даже есть небольшая парковка. А что еще нужно в Ялте? В Ялте первым делом необходима парковка. Так, друзья, я думаю, что с Массандрой все понятно. Теперь моя задача найти тот самый пляж новый под названием Sky Beach. Слишком много бич в сегодняшнем выпуске. Здесь, кстати, в конце Массандры, смотрите, прям такой оживленный городской пляжик. Такое ощущение, как будто собрались одни местные. Кого не пустили на те пляжи, наверное, вот так. Все, сейчас буду искать, как туда попасть, как туда пройти, потому что я даже не знаю, на самом деле, где его искать. О, тут, кстати, смотрите, есть столовая по-домашнему. Помните, я не ел. Сейчас обязательно перекушу и покажу вам цены. Оба! Так, огромная столовая, на самом деле. О, и в тенечке. Что может быть лучше? Тенек, наверное, самое главное. Еще и посмотрите, сколько здесь ярусов, сколько места, где можно присесть. На любой вкус, как говорится, на любой цвет. Просто роскошь. Да, еще раз цены. Цены, кстати, достаточно демократические. Я вижу, что суп овощной 85 рублей. Если тарелку супа можно съесть до 100 рублей, то цены достаточно приемлемые. Блюда от шефа, завтраки и напитки. Пойдем посмотрим внутреннюю обстановку. Здесь типа шведский стол. Все набираешь самостоятельно. Вот она, видите, какая красота. Рыбка, мясо, сладости, салатики. Как удачно я попал, друзья. Ну а с этой стороны сладенькая. Все, сейчас буду набирать и встретимся уже на веранде. Мой обед, друзья. Что-то столовая по-домашнему оказалась нифига не бюджетная. 941 рубль. Я в столовых давно настолько не ел, на самом деле. Хотя, что я взял такого-то? Огурец, помидор, картошка молодая. Отбивная, свиная, компот и три хлеба. Ну вот так. 941 рубль. По-моему, не бюджетно. Ну, за вид, конечно, отдельное спасибо. Здесь видно море, видно берег и видно Массандровский пляж. Пока шел к этому пляжу, в новостных лентах читал о том, что происходит в Севастополе. Я увидел новость о том, что завтрашний день ну и сегодняшний объявлен днем траура. Еще раз приношу свои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим семьям. Поэтому ролик, скорее всего, выйдет 25 числа, друзья. Увидите его немножечко тоже. Ну что, мы, получается, возле этого пляжа Sky Beach. Здесь рядом находится парковка. Парковка стоит 100 рублей час. Она небольшая, но есть. И, как видите, вечером здесь есть места, но охранник сказал, что днем здесь мест практически не было. это гостиница, по-моему, Sky, что-то там Resort называется. Это, к слову, для тех людей, кто будет спрашивать, почему пляж называется Sky, почему Beach. Название произошло я так понимаю из-за отеля, который находится рядышком. И сейчас посмотрим, что там внутри. Ну вот, Volkswagen тут прям на входе поставить, это прям очень круто. Здрасте. Так, вход на пляж по-сейдимости бесплатный. Оплата, скорее всего, производится только за шезлонги либо за услуги. Здесь есть волна-рестор, ровно такой же, как на Massandria. Но только здесь, я так понимаю, что это ресторан. Здесь можно посидеть, покушать на диванчике и за столиком. А вот здесь уже, конечно, развлекательная зона. Классно, друзья. Смотрите, во-первых, тут есть бассейн. И бассейн детский. У нас в клубе Юг тоже есть бассейн, но там нет детского бассейна, конечно же. И поэтому дети очень мешают, когда купаются взрослые. Здесь есть еще лестница наверх. посмотрим на все это дело сверху. Музыка, конечно, не в попад. Вот так. Все, я так понимаю, у Ялты появилось новое тасовочное место. Огромный бассейн на самом деле с лазурной водичкой. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, и это Ялта, людей здесь, нельзя сказать, что много. Наверное, ровно половина здесь забита. Но выглядит достаточно богато, по-мажорски, так сказать, молодежное, новое тасовочное место в Ялте. В конце есть Sky ресторан. Видите? Сейчас пойдем ниже спустимся. Возвращаемся вниз на среднюю палубу. Сейчас надо узнать хотя бы почет цены. Сколько стоит шезлонг? Правила поведения. верхняя палуба и вот нижняя. Между ними есть еще одна, я так понимаю, где находятся просто кафешки, просто какие-то наверное бутики будут. Ну и снизу находится сам пляж. Мы сейчас на территории ресторана. ресторанчик с левой стороны. Здесь кстати лежит менюшка, можно глянуть. Устрицы. Том-ям 890 рублей. Лучше бы этом ям здесь съел, чем столовки на 900 рублей. Себас 1200 за 200 грамм. Так, ну что такого интересного? Крымские томаты с ялтинским луком и соусом песто 640. Так, рыба и стейк 890 рублей за 100 грамм. Цены кстати довольно-таки средние на самом деле. Друзья, может я не прав, напишите обязательно в комментариях, но мне кажется довольно-таки демократический эскорест. Пойдем дальше. Я так и не узнал кстати сколько стоит шезлонг. Вот кстати моллюски здесь у них плавают. Не узнал сколько стоит шезлонг, но вроде как сказал охранник, что сегодня 700 рублей. А так могут опускаться цены до 500. На самом надо ехать сюда отдыхать друзьям. Здесь такая пещерка я так понимаю это спуск вниз. Если нет то меня отсюда прогонят. нет нет точно лестница вниз. Очень интересно. здесь еще одно кафе да видите оно как раз имеет продолжение вот на волнорез который я вам показывал изначально. Большая барная стойка Sky Cafe вот есть Sky Rest и есть Sky Cafe пляж достаточно небольшой но зато чистенький аккуратненький я так понимаю что здесь есть какая-то вечерняя программа на пуфиках скорее всего выставляются пуфики выставляются кальяны и все вместе здесь отдыхают туалет есть на территории ну и пойдем посмотрим как по пляжу сейчас у ребят кстати узнаем сколько стоит шезлонг здрасте а где можно узнать почему шезлонг у вас шезлонг выходные праздничные дни у нас 700 рублей праздничные праздничные у нас 500 рублей а бунгало 3000 прекрасно спасибо большое вот друзья 500 рублей в будний день 700 рублей выходной праздничный то есть сегодня 700 рублей ну и бунгало вы слышали 3000 в будний день и 5000 выходной праздничный море кстати здесь намного чище чем на массандре смотрите какая вода красивая прям бомбочка вообще прозрачная очень клевое место на самом деле таких бы мест в крыму побольше смотрите какая огромная организация классная все в современном виде вот то во что нас постоянно пихают когда нам говорят в Турции лучше где сервис вот он друзья вот сервис по крымски не по турецки а по крымски прекрасное место довольно таки с демократическими ценами я считаю 500 рублей в будний день за шезлонг это просто идеально вот приезжайте новая точка притяжения показал для вас ее как мог может не все показал не такой уж полноценный обзор как хотелось бы но тем не менее все равно показал что еще хотел сказать мне купаться нельзя как вы понимаете докторам не запретили сказали не переохлаждаться поэтому я купаться сегодня не буду на этом прекрасном моменте буду завершать наше сегодняшнее видео надеюсь оно вам понравилось да было записано но к сожалению не совсем праздничный день не совсем день для веселья скорблю вместе со всеми севастопольцами всем друзья желаю только мира всех вас нежно обнимаю до хруста и до встречи в новых роликах пока еще не все я же забыл записать видео для тех кто будет оспаривать название и говорить а где толпы туристов ну вот они друзья вот они центральная набережная Ялта и набережная Ленина и здесь конечно просто негде чебуряку опасть ну все теперь точно все до встречи в новых роликах до встречи